Игорь, я вас приветствую. Добрый день, здравствуйте. Вот такой вот разгромный пост Ильи Пономарева в своем фейсбуке. Он написал про Ходорковского и его серию публикаций в социальных сетях, фактически дублирующих его выступления на немецком форуме «Центрум либерали модерна». И главная мысль серии этой Ходорковского в том, что у Украины нет шанса выиграть в войне с Россией. Пишет Илья Пономарев, мысль не новая, паникеров хватало и хватает, но Михаил Борисович весьма убедительно ее стал доказывать. Цифрами, соотношениями мобилизационного ресурса, военного производства. Ну и он пишет, что к 1926 году уже могут быть Украиной потеряны Харьков и Одесса, в следующем году и вся остальная территория Украины, вплоть до западной. Ну и намекает о том, что может быть стало задуматься сейчас НАТО, установить такой вот в западных областях Украины НАТОвский протекторат, для того, чтобы хоть какая-то часть страны сохранилась. Ну и главный его аргумент, что производство оружия сейчас не в пользу Украины, на западе единица в соотношении к 2,5 в России. Насколько оправданно это паникерство? Может быть это имеет цель именно немножечко пробудить Запад, и тут есть какой-то позитивный элемент. Но в целом, исходя из этих показателей, которые он приводит, что касается производства оружия, насколько вообще вы думаете правомерно говорить и делать такие ужасающие прогнозы? Ну вы спрашиваете меня по теме, которой я не являюсь экспертом. Я исхожу из того, что скорее всего победа любой из сторон в этой войне невозможна. Я об этом писал в прошлом году, когда я анализировал возможные варианты их влияния на экономику России. Я пришел к выводу, что наиболее вероятным является так называемый южнокорейский вариант, он давно уже обсуждается, что придется каким-то образом замириться. Здесь, наверное, причина простая, потому что иссякают силы обеих сторон. Ни одна из сторон не сможет добиться разгрома другой, но будут терять людей. И это, в общем, будет особенно тяжело для Украины, где население-то меньше в любом варианте, как вы ни крутите. И спасать нацию надо, и потерять людей заради территории – это такая сложная история. Поэтому я-то полагаю, что чисто экономически и чисто, так сказать, национально-патриотично нужно будет достигать какого-то компромисса. Это больно, это трудно. Но, видите, корейцы вынуждены были это сделать, когда иссякли силы и севера, и юга в борьбе. А там ведь тоже, в общем-то, как бы бились корейцы, а за ними были за спиной другие силы. За Южной Кореей были США, как вы помните, за Северной Кореей стоял Китай и СССР. Но, тем не менее, силы кончились, и пришлось пойти. Как вы помните, там нет мира до сих пор. Там есть только перемирие, и это перемирие продолжается 70 лет. Я боюсь, что такая же история повторится и здесь. Это, конечно, не решение проблемы, но я думаю, что время играет против России. И предположить, что вот она нас наберет сил и пойдет дальше снова, то, о чем говорит Зеленский, мне кажется, все-таки это не очень вероятно, потому что, ну, как бы ослабление, разрушение экономики России будет происходить. Здесь вопрос в другом. Насколько Запад готов поддерживать и помогать Украине? А вот тут я не очень верю в очень такую последовательную борьбу. Я понимаю, что я огорчаю граждан Украины, но вот я, как бы, с огорчением воспринял, как, например, европейцы, в отличие от США, аккуратно отступили в борьбе с Китаем по электромобилям. Если вы знаете по почтям, да, США решили поднять до 100, европейцы начали качать, да нет, ну, слишком много, да давайте 25%. То есть они не готовы давить на Китай, чтобы Китай давил на Россию. Поэтому, конечно, вот Украина все-таки бьется одна, и я боюсь, что ей будет очень тяжело. А что касается производства оружия, то тут, конечно, тоже проблема большая, потому что Россия, при том, что она экономически значительно меньше и слабее, но она управляется одним человеком, она командная экономика, я об этом уже с вами говорил, командная экономика в условиях войны работает быстрее и, может быть, даже эффективнее, но, во всяком случае, результативнее, чем вот такая разобщенная экономика, как Европа, где разные политики, тянущие в разные стороны, нет единого центра командования, ни военного, ни экономического, и поэтому переход на наращивание производства оружия происходит несказанно медленнее, чем в России, где всех поставили под ружье, и военные заводы работают три смены. Это объективная реальность. Может быть, со временем Европа перестроится, но это тоже тяжело. Обратите внимание, что все-таки США перестроились во второе мирование быстрее, это была одна страна. Один президент, который отдал указ, и, в общем, военная промышленность начала развиваться в США. В Европе этого не получилось. Поэтому я не очень уверен, что если США прекратят поставки в Украину своего оружия, то Европа подхватит эти объемы и нарастит их так, чтобы заменить США. Не очень я в это, к сожалению, для Украины верю. Ну вот давайте сейчас по обеим странам, по этим прогнозам, именно с экономической точки зрения. Я так понимаю, что корейский сценарий, если он даже присутствует в головах вершителей судеб российского государства, есть, то он имеет, наверное, такую границу, как если мы говорим про 48-ю параллель в случае с Кореями, то тут эта линия разграничения должна быть Днепр, собственно. То есть вся левобережная сторона должна отойти под Россию. А в таких условиях, что останется с Украиной, вот вы, как экономист, скажите, останется ли при этом Украина экономически, что называется, viable, да, то есть жизнеспособным государством, жизнеспособной единицей. И если нет, то тогда можно ли вообще приветствовать в любом случае этот корейский сценарий? Приветствовать корейский сценарий нельзя ни в каком случае. Это не то, что приветствуется, не то, чему радуется. Это то, на что приходится соглашаться, это трагичная будет ситуация, но это та трагедия, которая может оказаться неизбежной, потому что я уже тоже смотрю, что растут масштабы уклонения от мобилизации. Это уже украинские власти говорят, не российские пропагандисты, а правительство Украины сообщает, что резко выросло число уклонистов, да, и мы видим, что идут попытки блокировать дороги. Так что в этом смысле ситуация в нации, видимо, тоже не очень однозначная, и что нация готова биться до последнего мужчины. Это понятная история, она тяжелая, страшная, драматичная, поэтому тут обсуждать вопрос не в том, что кто что может, кто что хочет, радость, не радость, это беда. Но понятно, что всякие могут быть истории. Опять же, если мы возвращаемся к Корее, то давайте вспомним, что когда произошло это размежевание после соглашений в Париже, то практически вся промышленность Кореи осталась на севере, и это была более промышленно развитая часть, чем юг сельскохозяйственный, тем не менее мы видим, что со временем картина полностью поменялась. Север стал нищей территорией, убого периодически переживающей голод, выпрачивающей гуманитарную помощь у мира, а юг сельскохозяйственный стал высокоразвитой промышленной державой, и мы сегодня, когда говорим Корею, то подсознательно имеем в виду именно Южную Корею с ее мощными компаниями, огромным экспортом и высоким уровнем жизни. Поэтому, что называется, для всего в мире важнее всего не территория, я бы даже сказал, не природные ресурсы, а люди и их настрой. Ну и вот что касается России, я знаю, что слушал ваше недавнее интервью, и вы давно же говорите, что примерно горизонт реальных проблем для России, если война не прекратится, и все будет для фронта, для перемен, все будет подчинено целям войны, и с этим связывается сейчас назначение Белоусова. Новым министром обороны вы предвлекаете очень сложные времена России именно к 26-му году. Ну да, это просто не только моя точка зрения, очень многие российские экономисты это так и говорят, потому что мы просто понимаем, что в 24-й год Россия еще как-то держится на остатках денежных средств, те, которые к ней пришли из-за бездарных санкций в 22-м году, когда были огромные нефтедоходы, она обобрала «Газпром», она обирает нефтяников, она уже начала обирать всех, кого попало. Вот сегодня я читал как раз грустную констатацию, что Россия обирает даже сельское хозяйство. Это такая интересная история, у сельского хозяйства отнимают больше, чем ему дают, то есть российское сельское хозяйство датирует государственное ведение войны, невероятная история, во всем мире поддерживает сельское хозяйство, очень тяжелая отрасль, всегда невысокая рентабельность, надо его спасать, а Россия грабит даже сельское хозяйство. Но вот это деньги, которые, наверное, таки кончаются в 24-м году, все запасы. В 25-м году надо будет жить полностью с колес, ведь что происходит сейчас в России, давайте объясним. Вообще никто не может понять, почему российская экономика так бодро растет на военном производстве. А просто те деньги, которые раньше Россия зарабатывала, она их направляла в резервы, которые откладывались на черный день, теперь этих резервов не формируется. Россия живет с колес, все, что заработала, тут же ментально проедает на военной цели. Это значит, что у страны резервов нет, они не нарастают. И поэтому, когда начинается истощение резервов, то все зависит от тему будущего дохода. Получил полочку, накормился, но не получил полочку, семья осталась голодной. Вот это сегодня российская история. Что там будет с доходами от экспорта, непонятно. Какая ситуация неясна. И мы видим очень любопытную историю, мне говорят, ну смотрите, рубль держится, не падает. Вы обещали, что рубль упадет, да, а он держится. Но это, в общем, связано с тем, что сокращаются потребности в импорте, импорт перестает идти в Россию. Но только за это россияне заплатят пустыми полками. Вот о чем речь. То есть в России, когда ты смотришь эту ситуацию, понимаешь, что 24-й год России проходит на разгоне, который у нее был, на запасах, которые у нее были, на деньгах, которые она зарабатывает на экспорте при более-менее приличной цене на нефть. Но дальше эти деньги исчезают. И начиная с 25-го, 26-го, непонятно на каких деньгах она будет решать задачу. Финансирование войны, поддержание экономической ситуации в стране, то, что называется национальная экономика, еще не поддержка населения. Значит, остальные две статьи будут резаться, и поэтому, соответственно, будет ухудшаться общая экономическая ситуация в гражданском секторе, и само население будет страдать. Мне говорят, ну как, в чем это проявляется? Ну, посмотрите, вспоминайте ситуацию прошлой зимы с коммунальными авариями. Поговорите с тем, кто лежит в российских больницах, куда теперь не поставляет лекарства. Поговорите с больными, которые не могут получить лекарства даже из списка «Жизнь ваших лекарств» и «Предск», потому что ничего не закупается, и ничего государство не финансирует, лекарств нет, умирай как хочешь. Вот это то, что происходит и будет происходить по нарастающей с 2025 года. С 2025 года. Интересно. Ну, а вот хотел бы услышать ваше мнение по поводу этой международной рабочей группы по санкции против России. Это группа Ермака Макфола. И, собственно, она направлена на якобы усиление санкционного движения, давление на Россию. Это Action Plan 3.0. И содержит, как включает эта банка, конкретные шаги, которые могут существенно подорвать экономический военный потенциал Российской Федерации для быстрого прекращения ее агрессии в Украине. Тут среди предложенных мер и конфискация замороженных активов Центробанка Российской Федерации, усиление контроля за соблюдением предельной цены на нефть, то есть уменьшение ее на 10 долларов за баррель, борьба с теневым флотом танкеров, полный эмбарго на уран и так далее. Ну и что тут еще? Там на Банковой почитали, что пакет ограничений Action Plan 3.0 снизит экспортные доходы России на 70-80 миллиардов ежегодно. Ну вот даже на вскидку, если мы говорим про снижение доходов на 78 миллиардов ежегодно, это не похоже на, собственно, такое быстрое сворачивание войны России против Украины в случае применения этих санкций. Я знаю, что вы скептики, я заранее забегаю, вы скептически вообще относитесь к такого рода механизмам. Нет, ну смотрите, санкции работают, да, вот смешная сейчас весь народ смеется над Ираном, это очень странный смех, но он такой, потому что иранцы, как вы знаете, обвинили в гибели президента США. Да, они сказали, что президент погиб, потому что вертолет был не вполне исправен, а не исправен, потому что американцы не поставляют запчасти для авиационной техники в Иран. После 40 лет вдруг выяснилось, что санкции работают, да, но 40 лет Иран живет, да, но тем не менее не процветает, как вы видите, да. Вот это та самая история, о которой я говорю, на долгом горизонте санкции разрушают экономику, страна становится безнадежной, отсталой, она беднеет, и она все меньше может что-то делать и в военном плане, и в гражданском, и благосостояние в нее снижается, и благосостояние в Иране сейчас в три раза ниже, чем в России. По этой же дороге пойдет и Россия. Но это горизонт, это перспектива, это не год и не месяц, да. Поэтому, что я всегда говорю, что на военной цели России деньги будет находить, но эти деньги будут отниматься у российского экономического пространства, у российского гражданского, особенно частного бизнеса, и у российского населения. Вот оно будет жить все хуже и хуже, финансируя своей жизнью войну. Вот это того, что ждет Россия. Вот это я могу сказать, да, так и будет. Игорь, ну а вот, кстати, возвращаясь к ситуации сейчас в Иране, то есть гибель президента, ожидаете ли вы какие-то изменения в ирано-российских отношениях, в том числе и сотрудничества по военной части, поддержка Ирана, Ираном России, что касается войны в Украине? Ну, опять, вы спрашиваете меня о том, чем я не эксперт. Я не вижу здесь каких-то основальных. Насколько я знаю структуру власти в Иране, все-таки там основной это тот, кто управляет духовной жизнью страны, а президент это такой, ну как вам сказать, как наш Мишустин. То есть управляющий гражданской частью администрации, как у нас Мишустин, не самостоятельный деятель, а, так сказать, помощник президента по управлению правительством. Ну вот и там, в общем, президент это некий такой помощник, а это Аллы по управлению, значит, экономической администрацией и хозяйственной деятельностью страны. Поэтому я не думаю, что это что-то значит для политики страны. Ну а насколько именно с экономической точки зрения вы считаете, Иран нужен России? Даже давайте не брать военные сейчас ВПК, собственно, а вот с экономической точки зрения. Может быть, Иран даже абуза для России? Ну он пытается что-то поставлять, Россия пытается что-то покупать. У России сейчас такая ситуация, что и любой, кто не враг, считается лучшим другом. Поэтому в этом смысле Иран, у которого совершенно другие его зрения на мир, все-таки воспринимается как некая дружная страна. Россия вот сейчас готова дружить даже с Талибаном, который официально в России продолжает считаться террористической организацией. Тем не менее, их приглашают в делегации, приезжают в Россию. Потрясающая история. А теперь даже, помню, начали с ним вести переговоры о поставках продовольствия из Афганистана в Россию. Прелесть какая, да? Ну вот, то есть ты террорист, но продовольствие у тебя будут покупать. Так что в этом смысле, ну что вы, Иран это просто, можно сказать, прелестный союзник такой нормальный, мирный. Цивилизованных других-то нет. Нет, ну, есть, разумеется, Китай. И вот мы, кстати, об этом с вами не поговорили. Я тоже слышал в вашем интервью, вы немножечко надсмехались над тем, что был подписан отдельный договор по поставке Топинамбура, и это уже, разумеется, обсосали в украинских СМИ. Неужели это свидетельствует именно об отсутствии куда более серьезных, существенных договоренностей? Ну, конечно, всегда есть подозрение, что могут быть какие-то секретные протоколы, которые нам не показали. Это все возможно, я не знаю этого, есть они и нет, этого никто не знает, они на то и секретные. Но в гражданской сфере нет ничего. Практически, согласитесь, что если ты едешь, да еще тащишь с собой все правительство, то для этого должны же быть какие-то основания, какие-то смыслы. Но они поехали, что они подписали. Действительно, безумные какие-то соглашения по топинамбуру и хрящу, хрящикам, значит, говяжьим, по обустройству, значит, какого-то парка, вот, и по обустройству, значит, острова Уссурийский, который Россия добровольно отдала Китаю, значит, после всех боев, которые были в этом регионе когда-то. Ну, вот все, что там, как бы, существенное. Путин торжественно объявил о каких-то 80 инвестиционных проектах, причем не назвал сумму этих инвестпроектов. Знаете, когда говорят об инвестпроектах, всегда говорят, на какую сумму договорились. Тут даже слова нету, потому что, видимо, инвестпроекты крошечные, он не назвал ни одного крупного, не назвал общую сумму, значит, наверное, все абсолютный мизер. И это, возможно, даже не контракты, а протоколы о намерениях. Ну, вот это все. А так, как вы знаете, по силе Сибири ничего. Никакого четкого заявления правительства Китая о том, что они разблокируют платежи по российскому импорту не было. Поэтому одни общие слова. Ну, китайцы большие мастера на общие слова. Вот как хотите, так их и принимайте. Да, ну, а что, на самом деле, главное-то у Путина было все-таки заручиться в целом моральной поддержкой Китая, да, в этом противостоянии. Может быть, даже выработать какую-то альтернативу мирному саммиту по украинской форме в Сфицарии. Опять-таки, может быть, не ваша тема и так далее. Ну, в целом, просто оценивая, Путин получил все-таки все, что он... Не все, но главное, что он хотел. Мы это сейчас посмотрим. Самое главное, что он хотел, разблокировки платежей по импорту. Потому что Путин понимает, что его власть зависит от нескольких параметров. От курса доллара к рублю, от уровня цен на продовольственные товары, от того, есть ли товары на полках. Все это очень сильно связано с китайским экспортом в России, потому что в России китайские товары 45% всего импорта составляет. То есть, Россия практически почти наполовину живет на китайском импорте. А он блокируется, потому что не проходит платежей. И это означает угрозу пустых полок, чего Путин боится. Он за этим поехал, но никаких торжественных заявлений ему не сказали. Может быть, что-то, конечно, китайцы в неофициальном формате скажут своим банкам, что проводите, не знаю. Мы это сейчас увидим через несколько месяцев, 2-3 месяца, по данным таможенной статистики. Будет нарастать экспорт Китая в Россию или нет? Так что посмотрим. России нужно, чтобы он вернулся, чтобы он нарастал, чтобы прекратилось падение экспорта в Россию оборудования. А оно прекратилось, оно существенно упало. Поэтому вот как раз мы увидим, будет это или не будет. Если не будет, то это была пустая поездка. Китайцы поулыбались, рассказали что-то красивое и ничего не сделали. Думаю, что, скорее всего, будет так. Потому что слишком велика, ну, как вам сказать, зависимость Китая от торговли с Европой и США, чтобы они ценой собственной экономики помогали России, не веревы. А тот факт, что сейчас зажимают китайские банки, да, по, что касается любого кредитования российских институций, скажем так, entities, да, индивидуумов или компаний, это, как это бьет по двусторонним отношениям экономическим? Ну, Россия, значит, чувствует, что пахнет паленым. Поэтому российское правительство выпустило рекомендации для своих компаний о переходе во внешторговых сделках на бартерные операции. Это страшная история, потому что после того, как ты это делаешь, очень сложно собирать налоги. Причем собирать налоги становится сложно и России, и Китаю. Поэтому я не уверен, что Китай будет соглашаться на бартерные сделки. А Россия сейчас, в общем, прямо рекомендовала переходить на бартерные сделки, чтобы деньги не проходили через банки, где они прозрачны, где они замечаемы, где они контролируемы, и где они наказуемы. Поэтому Россия ищет какие-то левые пути, полукриминальные схемы, какие-то мелкие банчки на границе России с Китаем, куда будут заводиться деньги, чтобы потом через третьи, четвертые схемы эти деньги заводить в банки для крупных поставщиков. То есть вот это та ситуация, в которой живет сейчас Россия. Об этом идет разговор, что из этого получится сложно. Пока понятно, что идут задержки по поставкам товаров, а это значит, что могут начать истощаться запасы урочной торговли китайских товаров. В России как-то в это слабо верят, но в общем Россия сильно зависит. И россияне готовы лечь под Китай всеми возможными позами из Камасутры. Поэтому президент, выступая в Китае, сказал, что ну мы очень хотим, чтобы Китай активнее входил в российский автомобильный рынок. Вы выиграли этот рынок в честной конкурентной борьбе. От этого, с этого момента рыдает и бьется в истерике президент АвтоВАЗа Соколов, которому подписали смертный приговор. Но тем не менее Путин сдал АвтоВАЗ и сказал, да заходите, милые, вот все ворота открыты, даже делайте, что хотите с российским автомобильным рынком. Вот это как раз та история, когда Россия прогибается под Китай, лишь бы хоть как-то Китай ублажить, чтобы он не бросил, чтобы он поставлял товары, пусть там не военную технику, но хоть гражданскую. Игорь, а вот если бы говорит про международную сейчас составляющую, то есть Кремлевской стратегии, мы обсудили уже Иран, Китай, а вот то, что сейчас идет борьба за черный континент и Россия пытается вытеснить бывшие колониальные державы, такие как Франция, тот же Нигер, Буркино-Фасо, вот речь идет также и о Чаде сейчас, откуда возможно придется убраться американским военным. Вот это некий такой проект престижа, или же тут есть важная экономическая составляющая, допустим, выкачка, разумеется, полезных ископаем и урана того же в Нигерии. Может это быть оправдано экономически? Вот такая российская, такая новая колонизационная политика заменить старого колонизатора на нового? Ну, знаете, с Африкой сейчас ситуация, как мы ее экономисты видим, довольно плохая. Поэтому, что называется, взять Африку, это на тебе Боже, что мне не Гоже. Потому что мы видим, как из Африки уходят западные компании. Они туда входили долгие годы. Была некая на эти надежда, что Африка поднимется. Были безумно красивые статьи про растущие средний класс Африки, как новый гигантский двигатель развития мировой экономики. Там были дивные статьи о том, как та или иная экономика нашла наконец некоррупционного владельца, руководителя, президента, и вот он хорошо ведет страну в будущее. Похоже, что это все провалилось, и Африка опять скатывается вот в этот самый безумный коррупционный режим с будущими племенными войнами. И поэтому мы видим, что сейчас инвесторы потеряли интерес. К Африке уходят. В этом смысле России заходить будет легче. Что называется, не с кем соперничать, никто биться не будет. Мы наблюдаем, что даже у Китая не очень хорошая ситуация в Африке. Китай очень активно входил в Африку, и если Россия сейчас будет пытаться входить, то надо как раз с китайцами столкнется. Мы посмотрим, кто кого сборит в борьбе за африканские ресурсы. Не очень, не уверен, что российские бизнесы, российское правительство смогут потеснить китайцев, если они захотят наложить лапу на эти африканские ресурсы. Так что тут, я думаю, не очень большие шансы, и на этом она вряд ли что-то заработает. И последнее, у вас остается пару минут, последняя такая интересная новость, это такое, знаете, Back to the USSR, как пели Beatles. В Москве и в Санкт-Петербурге планируют открыть магазины беспощной торговли для сотрудников в ДИП, представить, сообщили РИА Новости в Департаменте пресс-службе информации Главного управления по обслуживанию ДИП-корпуса при МИДе. Магазины будут работать по принципу советских березок, цены в них будут установлены в рублях, долларах и евро, попасть сюда после приобретения товаров дипломатам планируют выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указаться сведения о покупателе. А вообще, как это объяснить вот сейчас? Есть ли предположения, почему вот такая инициатива? Да очень же просто, Питер. Прекратились нормальные поставки хороших брендов в Россию, их становится все меньше и меньше. С трудом, но западные компании все-таки решаются уходить из России. Процесс не такой быстрый, как он казался вначале, но он продолжается, по-прежнему идет процесс, когда крупные бренды перестают поставлять и получается, что ты чека зазвал в Москву, а в общем, что он здесь может купить, когда он здесь живет, непонятно что. Но в Советском Союзе это было с помощью Березки, но вот Россия теперь тоже к этому вернется, я об этом писал в прошлом году, вообще сейчас забавно, как эти мои прогнозы сбываются, это закрытая система распределителя. Россия вернется в эту систему, я уже давно говорил, что в России идет перестройка минус, вот она и идет, вот мы возвращаемся теперь уже в конец 90-х годов, когда еще магазины Березка стояли около моего дома, и я с ребенком не мог зайти, ребенок тоскливо наблюдал кукол только на витрине, потому что войти было нельзя, никаких чеков у меня в Ништорговских не было, вот мы туда вернемся, поскольку будет дефицит товаров, то то, что немногое смогли привезти хорошее, качественное, будут продавать только в закрытых магазинах, мы возвращаемся к системе закрытых распределителей Советского Союза. Welcome to the S.S.R. Вот на этой ноте и хочу закончить нашу беседу, поблагодарить вас, доктор экономических наук Игорь Липсис. Друзья, спасибо, что смотрели на стол. Субтитры сделал DimaTorzok